Второй раз. Вот так прижимается. Это вот заделывается дырочка. Вот это считается, что посажено. Инструктаж перед ответственным делом. И сразу за работу. Яна Чурикова осваивает меч Колесова. Так, секундочку. Вот так нельзя работать. Засучиваем рукава. Тяжесть меча сильно преувеличена. Как это? Коня на скаку остановятся? Могут легко. Но в Иркутск телеведущая прилетела не только для участия в экологической акции. Яна – сопредседатель российского движения школьников. Несколько дней она проводит занятия с шестью его иркутскими участниками. Самыми активными представителями информационно-медийного направления. И делится с ними не только профессиональными секретами, но и общечеловеческими ценностями. Сегодня мы решили заняться такой трудотерапией. Потому что ребята городские. Я и вообще из Москвы. офисный работник. И поэтому, знаете, как полезно, во-первых, иногда просто поближе к земле быть. Но это всем полезно. Ну и учитывая, что, как вы, наверное, знаете, в соцсетях все вот эти вот нездоровые переживания на тему того, о боже мой, лес горит, лес горит, мы с ребятами настроены немножко по-другому. Мы считаем, что если ты просто репостишь какую-то картинку в соцсетях, и не готов поддержать это делом, ну, значит, грош тебе цена. На этом участке Гороховского лесничества и Иркутского лесхоза два года назад уже высадили молодые сибирские сосны. Но пожар в мае уничтожил большую часть молодняка. И вот новая попытка. Основная доля саженцев уже в земле. Это сделали сотрудники лесничества. Сегодня им помогли волонтеры-школьники, попутно снимая документальный фильм. Это просто удивительное что-то. Я в первый раз в жизни посадила несколько деревьев самостоятельно. Вот представьте стереотип, мужчина должен посадить дерево. Нет, не только мужчина может это сделать, но еще и женщина. Мы живем просто в удивительном крае. И если мы не сохраним этот край и природу этого края, то, к сожалению, ничего не останется. Вместе со звездной наставницей школьники высадили 320 сосен. Всероссийская акция «Сохраним лес» только за эту осень добавила на зеленую карту России 30 миллионов деревьев. В Иркутской области их стало больше на 74 тысячи. В осенью приживаемость все лучше, потому что температура ниже и приживаемость лучше. А весной, если попадаем в жару в 30 градусов, там приживаемость ниже. Два года мы занимаемся еще ходом. Прополкой, потом убираем, на следующий год осенник будет расти, вот это все убираем, между рядами убираем. То есть два года мы еще будем заниматься с ними. Сажать сосны в Иркутской области продолжат до конца октября. Чтобы превратиться в настоящий взрослый лес, этим саженцам понадобится около 80 лет. Марина Беклемишева, Артур Рощупкин. Новости сейчас.